148 СОР, выбираем машину. Автомобили, хаотично припаркованные во дворах домов, не только создают неудобства для жителей, но и могут привести к гибели людей при чрезвычайных ситуациях. Зачастую из-за них машины оперативных служб не могут добраться до нужного подъезда. Владельцы автотранспорта оставляют свои машины рядом с домами, рядом с жильем. Зачастую это узкие улочки, по которым даже по свободной улочке пожарная проехать с трудом сможет, но в условиях заставленности автотранспортом это просто сделать невозможно. Опять же вызываются сотрудники полиции и пытаемся, если есть возможность подъехать как можно ближе, если такой возможности нет, то начинаем боевое развертывание в месте, где машина рядом со зданием остановилась. На проблему обратили внимание в общественной палате, а именно Дмитрий Чугунов, который считает, что скорой и пожарным машинам нужно разрешить таранить автомобили, которые мешают проехать к месту чрезвычайного происшествия. Если автолюбитель оставил свою машину с нарушением права парковки в придомовой территории и сократил проезжую часть до момента, когда невозможно по ней проехать до места осуществления своих полномочий, либо занял специально развернованную территорию под машины экстренных служб, он должен нести впоследствии ответственность. По мнению руководителя движения СтопХам в Владивостоке, отправной точкой этой инициативы, возможно, послужили события почти 11-летней давности. 16 января в здании промстроения проекта произошел крупный пожар. Тогда вся страна застыла в ужасе, глядя, как люди выпрыгивают из окон верхних этажей, пытаясь спастись от огня и дыма. Пожарные расчеты долгое время не могли развернуть лестницу из-за припаркованных машин. Очистить путь пытались своими силами, но потерянное время унесло жизни девяти женщин. Год назад Сергей Маслаков напомнил Дмитрию Чигунову об этой трагедии и предложил выступить с инициативой, которую 7 декабря рассмотрят в общественной палате. Я считаю, что машины МЧС, пожарные машины, в первую очередь, ну и скорые, должны быть оборудованы специальными бамперами, специальными буферизирующими какими-то устройствами, так чтобы особый вред машинам, которые мешают не наносить, но, по крайней мере, иметь возможность их сдвинуть с места, чтобы проехать или развернуться. На слушании должны присутствовать депутаты Госдумы и представители страховых компаний. Ведь, по мнению автора идеи, ущерб должны покрывать страховщики, а в конечном итоге владелец автомобиля, который перекрыл проезд. Однако, спорных вопросов остается много. Проблему нужно решать комплексно, вплоть до пересмотра градостроительных норм. А пока не стоит забывать, что цена за заблокированный проезд – 2000 рублей или чья-то жизнь. Алина Чернянко, Василий Косилов. Новости на Восьмом.